Продолжение следует... Продолжение следует... Потому что и сейчас установилась теплая погода, и в выходные дни движение по мостам Преображенского остается очень интенсивным. Перекроют движение по мостам ориентировочно в 10 часов утра. Безусловно, это приведет к большому скоплению транспорта и серьезным пробкам, особенно в часы пик. Александр Истин заранее извинился перед запорожцами за эти трудности и пообещал, что работы будут завершены в течение трех дней. Долгожданные удостоверения получены. Сегодня в областном военкомате пятеро военных 93-й механизированной бригады получили удостоверение участников АТО. На какие льготы теперь могут претендовать военнослужащие, а также кто способствовал получению долгожданного документа, знают наши корреспонденты. Просторный зал областного военкомата забит людьми. Здесь бойцы АТО, их родственники и волонтеры. Сегодня пять военных и 93-й бригады получают удостоверение. Среди них и Олег. Парень демобилизовался в марте этого года. За время АТО побывал в самых горячих точках на востоке Украины. А говорить боец не хочет, потому что удостоверения участника АТО достались нелегко. И то благодаря волонтерам. Заместитель военного комиссара Михаил Логвинов обещает, процесс выдачи удостоверений ускорится. Удостоверение участника АТО и статус участника боевых действий дают право претендовать военным на различные льготы. Это бесплатный проезд, скидки на оплату коммунальных услуг, а также возможность бесплатно получать лекарства. Не забыли наградить грамотами и поблагодарить главных помощников бойцов на фронте, волонтеров. Но для женщин грамота не важна. Главное, чтобы все ребята вернулись домой живыми. Сейчас Олег и его сослуживцы учатся жить здесь, на мирной территории. Надеются, что удостоверения участника АТО облегчат жизнь ребят. Здесь по-другому. Сначала мы привыкали там, когда там уже привыкли, теперь нужно привыкать тут. Здесь все по-другому. Нужно возвращаться к работе. Нужно искать работу. Работы нет. Некоторые ребята работу не могут найти. Третий день пошел без меня. Я остался там, на войне. Гуля дура третьего дня. Молча поселилась во мне. Нес меня Серега к своим. Дочь рекой лил ему цвет. Служба народу Украины. В эти выходные в Запорожье более 130 военнослужащих дали слово служить Родине. В военной части 3029 праздник присяги прошел для военнослужащих полка специального назначения Национальной гвардии. Подробности далее в сюжете. Алексей Андрюк родом из Житомира. Там учился на последнем курсе института и работал с журналистом на радио. Однако карьеру журналиста пришлось временно прервать. Парень получил повестку на срочную службу Вооруженные Силы Украины. Потрапил за повесткой, потому что думаю, что каждый человек, каждый парень должен служить в Збройных Силах Украины, чтобы уметь защитить то, что для него дороге. По-перше, это свою родину, своих близких, свою любимую людину. По-друге, свою батьковщину, свою неньку Украину. Таких, как Алексей, солдат срочной службы, среди тех, кто принимает присягу, 87 человек. Ребята из Запорожской, Житомирской, Киевской и Херсонской областей. Еще 46 военнослужащих были призваны по мобилизации. Есть и добровольцы. В мирной жизни я занимался предпринимательской деятельностью, а в армию попал, я пошел добровольцем. Потому что это сложное время, отсиживаться на месте, сидеть дома. Ну, как бы, совесть не позволяет. Нужно защищать свои семьи, свои дома. Потому что, если это не сделаем мы, то кроме нас это не сделает никто. Рядом с мужчинами принимают присягу и пять хрупких девушек. В их числе Наталья, вдова капитана Сергея Белокобыльского, погибшего прошлым летом в зоне АТО. Солдаты-срочники останутся служить в Запорожье. А мобилизованным военнослужащим уже в ближайшее время предстоит выполнить боевые задания в зоне АТО. Отправится с бойцами и этот новенький автомобиль «Спартан». Такие машины выпускают в Кременчуге по канадской лицензии. Машину недавно только получили. Машина как бы пока новая. Всё, броня, всё соответствует современным нормам. Ездить удобно. Единственное, что ещё непривычно, полный автомат. Легче с механической, конечно, в боевых действиях. И так вообще. Ну, будем привыкать. Честной службой желали новобранца родители и командование. Елена Назаренко, Руслан Шевченко, ТВ5 Вместо режима тишины – канонада. В зоне АТО продолжаются обстрелы позиций украинских войск. В частности, в секторе Б в районе города Авдеевка против сил Украины применяется тяжёлое пехотное вооружение. Накануне в Донецкой области побывала съёмочная группа телеканала ТВ5. Более подробно о происходящем в зоне АТО в репортаже Евгений Мельник. Не дай бог, нога врага вступила дальше, чем они остановлены. Остановлены они в одном километре отсюда. И общаясь с нашими воинами, защитниками, у меня есть уверенность, что дальше они не пойдут. Мы достойны артиллеристы, которые гордость Запорожья. На Запорожье возложены задачи и по ремонту техники, и по сооружению линии обороны. И Запорожье, я уверен, с этим задачей справится. Я очень надеюсь на Запорожье. И хочу людям сказать, когда у нас такие бойцы, когда у нас народ нас восстал от мала до велика, Запорожье может быть спокойно. Мариуполь и Бердянск едины в обороне. Вместе мы Украина. С такими лозунгами 26 апреля в Бердянске состоялся автомайдан, организованный бердянскими и мариупольскими активистами. Далее Игорь Стрельцов расскажет. Год назад, в апреле, активисты автомайдана Бердянска провели совместный автопробег с представителями соседнего Мариуполя. В этом году мариупольцы снова подтверждают – Украина едина. Решили вот так вот показать еще раз, давно не собирались, еще раз проехаться, вспомнить это все и показать, что мы все равно остаемся и будем Украиной. Сегодня в Мариуполе сложная обстановка. Несмотря на это, волонтеры и активисты нашли возможность, чтобы приехать в Бердянск и поддержать местных патриотов. Приехали поддержать патриотический автопробег в городе Бердянске. В очередной раз подтвердить тот факт, что Мариуполь как город приграничный, прифронтовой, но тем не менее Мариуполь – это Украина. И мы хотим объединить всю Украину, чтобы не пришло к ним на порог то, что пришло к нам в Мариуполь, к сожалению. После небольшого митинга участники акции проехали совместной колонной по улицам Бердянска. Дмитрий Злащевский, Игорь Стрельцов, Бердянск, ТВ5. Кто лучше лепит вареники? Волонтеры, солдаты или журналисты? Ответ на этот вопрос знают гости фестиваля «Патриотическая весна», который прошел в эти выходные на территории историко-культурного заповедника «Запорожский дуб». Также каждый желающий мог принять участие в создании гигантского флага Украины, который потом разделят на куски и передадут в зону АТО. Чем еще развлекали гостей фестиваля, знает Елена Назаренко. «Патриотическая весна» пришла в Запорожье с третьего раза. До этого фестиваль дважды переносили. В первый раз из-за угрозы массовых беспорядков, а во второй помешала погода. Наконец волонтерам удалось воплотить идею в жизнь. Цель мероприятия неизменна – сбор средств для украинских военнослужащих. «Конкретные цели я сейчас не могу выделить, потому что у нас лежит 28 заявок от различных подразделений на различные нужды. Везде есть одинаковая нужда, везде есть позиция форма и есть позиция обуви во всех этих 28 заявках. Разное количество, разные подразделения, естественно. То есть мы, когда посчитаем выручку, мы определимся, то ли мы полностью обеспечиваем заявку одного подразделения. Может, мы по всем заявкам сможем купить форму и перцы. Средства собирали с помощью ярмарки и мастер-классов. А еще гостей угощали борщом из концентратов, которые делают волонтеры для бойцов в зоне АТО, и развлекали своим творчеством запорожские артисты. Каждый гость фестиваля «Патриотическая весна» мог принять участие в создании гигантского флага Украины, который потом разделят на куски и передадут в зону АТО украинским военнослужащим. Мы тоже хотели присоединиться к акции, но желающих было так много, что просто не хватило краски. Много участников собрало чемпионат по лепке вареников. Между собой соревновались команды волонтеров, журналистов и военнослужащих. Цель данной акции – слепить как можно больше, слепить как можно вкуснее. И третья цель акции – это продать вареники. И, по сути, все реализованные средства с этой акцией будут перенаправлены на потребности ребят. Умело лепит вареники Сергей Калиниченко. Военнослужащий недавно вернулся из зоны боевых действий. Говорит, соскучился за домашней пищей, особенно за маминами пирожками. Мама, кстати, тут же болеет за Сергея. У каждого человека всегда есть опыт. Если человек хоть немножко к кухне отношения имеет, в присутствии своей мамки, я не имею права плохо работать. У меня консультант стоит сзади. Поэтому стараюсь, чтобы понравилось всем. Самые веселые кулинары – журналисты. Ведь заряд положительной энергии передастся и людям, которые попробуют вареники. Наши вареники заряжены позитивом и улыбкой. И вот если съесть, то рот сразу становится в форме вареника. То есть как улыбка. Позитивчики, варенчики, позитивчики. Активно и слаженно идет работа у волонтеров. Говорят, уже забыли, когда в последний раз лепили вареники. С началом военных действий на Донбассе было не до того. Несмотря на это, дело спорится быстро. Наш секрет. Мы же собираем для армии Украины. Чем больше мы сделаем, тем больше соберем, тем больше мы хабуем и оденем. Вот и весь наш секрет. Душу уже вложили. Радость вложили. Волю к победе вложили. Бойцы поедят наших вареничков, наберутся сил и обязательно победят. Чемпионами фестиваля по лепке вареников стали волонтеры. Им удалось за полчаса изготовить 145 штук, а потом продать их более чем за 600 гривен. Елена Назаренко, Руслан Шевченко, ТВ5. Сделаем Украину чистой. Так назвали всеукраинскую экологическую акцию по уборке и благоустройству зеленых зон и мест общественного отдыха. Толока ежегодно объединяет четверть миллиона украинцев. Сделать Украину чистой в эту субботу вышли и запорожцы. Помогали убирать и наши журналисты. 10.00 на Аллее Славы с граблями в руках и хорошим настроением запорожцы очищают территорию парка. Мне двойне приятно, потому что мы делаем субботник на Аллее Славы, на Аллее наших героев. И я думаю, что каждый из нас, который здесь прибирает, естественно сорить не будет. Ну а сегодня день замечательный, потому что в конце апреля тепло, в прошлом году было прохладнее. Инвентаря побольше. Ну а так мы сделаем все и свернем горы. Акция «Сделаем Украину чистой» – это часть международного проекта «Let's do it at world». Он объединил уже 112 стран. Это ежегодная однодневная экологическая акция по уборке и благоустройству засоренных зеленых зон и мест общественного отдыха. Акция в Украине каждый год объединяет около четверти миллиона волонтеров, которые в один день и в одно время в рамках эко-фестиваля выходят вместе на уборку. Был брошен клич, кто хочет прийти. У нас традиционная есть группа, человек 15. Мы с удовольствием по таким мероприятиям ходим. На уборку запорожцы приходили целыми семьями. Вместе с мамой делать Запорожье чистым пришла и Александра. «Начало выкопали ямку, а потом дерево посадили, потом закопали и полили водой». Масштабный субботник закончился в 12.00 дня. Запорожцы убрали в 15 точках города. Но на этом активисты не остановились. Впереди ожидаемый отдых. «Ой, честно говоря, еще не обсуждали, поэтому, думаю, планы появятся сразу, как только мы сядем в автобус, обсудим коллективно и, думаю, будет продолжение». А как акция «Сделаем Украину чистой» проходила в других городах области, смотрите уже сегодня в итоговом выпуске новостей. Юлия Козырятская, Игорь Бахиркин, ТВ5. Это была последняя информация о выпуске. Напоминаю, о новостях Запорожья и области вы всегда можете узнать на нашем сайте tv5.zipi.ua. Если вы хотите поделиться с нами интересной информацией или видеоматериалами, рассказать о проблеме или высказать свое мнение, пишите главред.эт.tv5.zipi.ua. В студии работала Алена Матвеева. Увидимся в 17.00. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова